здравствуйте игорь здрасте получили мы вчера сообщение в чате просьбу к вам на ближайшее время рассказать о послевоенном суде в германии над судьями и прокурорами рейха и как мы рады что вы так оперативно взяли в работу этот запрос наших зрителей и сегодня нам об этом и расскажете да 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 конечно дело в том что после нюрнбергского процесса значит состоялись так называемые малые нюрнбергские процессы или еще их называют последующие нюрнбергские процессы значит это как раз были процессы над разными группами участвовавшими в ну вот скажем так во всех этих делах нацистов значит вот над ними собственно говоря этот процесс делали всего было 12 процессов это не процессы международного трибунала то есть процесс международного трибунала был один когда вот четверо союзников англия франция сша и ссср собрались вместе собрали вместе вот команду из судей из прокуроров из адвокатов и которые собственно говоря судили вот самую верхушку а это уже были национальные трибуналы то есть союзники договорились что они после нюрнбергского процесса могут судить других людей которые совершили преступления но только уже скажем так сами на своих оккупированных территориях так как нюрнберг находился на территории сша ну оккупирован территории сша соответственно вот эти 12 американских национальных трибуналов они как раз происходили значит вот именно там вот это вот над врачами над судьями сейчас я об этом поговорим и значит получалось что это кажется американской зоне оккупации вот это все происходило другие значит оккупационные зоны тоже производили такие значит трибуналы французы кстати производили над своими вот этими птеновцами или вишистами которые вот как раз коллаборационистами проводили трибуналы значит я единственное что ничего не нашел по английским каким-то трибуналом вот скорее всего значит а там если что-то происходило то уже внутри англии но вот информации нет происходили значит на территориях контролируемых ссср тоже в польше и в югославии проходили трибуналы в ссср были тоже проведены 19 трибуналов национальных значит которые тоже судили вот этих вот но у нас в основном судили военных а американцы же судили пять различных групп значит значит первая группа это это как раз вот из 12 судов два суда прошли по чиновникам это очень известный суд над мильхом а мильх был руководителем строительства самолетов люфтваффе вот это такой хороший организатор вот его собственно говоря судили это отдельный ну и самый известный конечно суд над чиновниками это так называемый суд над вильгельм штрассе где всякие министры потому что на вильгельм штрассе справлялись практически все чиновничьи структуры все министерства и вот как раз так вот за глаза называлась суд над вильгельм штрассе вот там попали большая часть чиновников еще одна группа которых судили это были военные значит это было два суда тоже как его два суда чиновников это известнейший суд над генералами юго-восточного фронта и так называемый суд над верхушкой вермахта вот это два крупных суда это верхушка вермахта был самый самый последний суд как раз двенадцатый вот один суд был над врачами три суда было над бизнесменами то есть над всякими руководителями концерна это суд над фликом суд над краухом или над вот это вот концерном фарбер и известнейший суд над крупом вот значит три суда над бизнесменами ну и вот этот вот суд собственно говоря а да еще еще два три три суда это было над называемыми специальными структурами с д с с это очень известные суды это суд по расовым преступлениям суд то есть это как раз вот эти суды связанные с различными способами уничтожения значит отравления там расстрелы и тому подобное а вот ну и еще один суд так два их по моему два элиты по моему вот расовый антицидс да ну в общем два нет подождите еще был какой-то один над эсэсовцами суд да вот еще бы один суд это был значит над главным управлением хозяйственным управлением эсэс это тоже на эсэсовцами вот три было сюда три суда вот ну и вот этот суд над юристами который больше известен как суд над судьями вот тоже вот такой отдельный суд состоялся что это был да кстати надо сразу понимать что все эти суды вот я сейчас называл вот там суд над бизнесменами и тому подобное они все носили название такое вот официальное название сша против и назывался какой-то человек ну например вот суд над врачами назывался сша против бранта и других там судили 23 человека вот врачей а значит а то есть это был такой вот американского система что вот против конкретного человека это потом уже журналисты дадут название там суд врачей суд судей и тому подобное вот а суд кстати над судьями назывался суд сша против альштеттера и других там судили значит 16 человек шестнадцать человек были значит представить перед судом и что это были за 16 человек вот 16 обвиняемых это были в основном 8 человек это были юристы чиновники министерства юстиции и тому подобное вот это в основном это 8 человек и прокурора ну понятно что в основном самых высших прокурора обвинителя которые предстали перед судом и 5 судей так что там судей было не так много из всего 16 человек только 5 судей был значит что им предъявили этим самым судим были четыре как бы части предъявлены но по сути можно говорить только о трех значит это участие в политическом заговоре против мира и против человечности а то есть проще говоря политическое обвинение в том что они как раз участвовали в этом во всем значит вторая часть вот это самая большая и самая такая вот именно за нее и судили это злоупотребление судебной значит властью там имелось ввиду что людей обрекали вот этими судебными решениями на значит убийство обрекали на изъятие собственности грабежи и обрекали на пытки этим самым было отдельное обвинение в использовании рабского труда что суды как раз работали на то чтобы создавать как можно больше количества вот этих рабов значит не самых разных групп ну и там отдельным судем были предъявлено участие в вот этих преступных организациях сс и в партии вообще в социально-социалистической партии вот первое обвинение в политическом она отпала ее практически никому не предъявили потому что участие в политическом заговоре то есть против участия в различных вот этих структурах которые вырабатывали правила по нападению на другие страны по значит расовое преследование этнические преследования и тому подобное вот эти самые участие в организации концлагерии вот это все собственно говоря не было доказано и не смогли набрать на это обвинение поэтому в основном остановились на злоупотребление по обвинению по участию в сс и в нсдп попала всего из 16 судей 8 судей были об этом обвинены и признаны виновными в общем основном судили за злоупотребление судебной властью и так как же все таки там разложилась собственно говоря вот это вот эти обвинения как к чему уже собственно пришли но скажем так во первых два человека не не были осуждены один застрелился один очень сильно заболел и его значит сначала от судов из-за сильной болезни отодвинули а потом собственно говоря довольно рано умер то есть два человека это были два чиновника значит вот из восьми чиновников два собственно говоря отпали а значит из юристов вот в смысле вот это вот из ну скажем так так значит следующая схема значит четыре человека получили пожизненное четыре человека по жизни такие как две пути три судьи получили пожизненное значит четыре человека получили значит а были оправданы вот-то очень важный момент четыре человека были оправданы три судьи были оправданы и один прокурор был оправданная то есть посчитали что они не несут вины они выполняли полностью свои обязанности правы. И практически, при том, что они занимали очень высокие положения, тем не менее, они не виноваты в этих самых преступлениях, потому что это вина на других людях. Объясните, почему такое разное отношение к людям, которые выполняли одну и ту же функцию? Все судьи, если так рассуждают, действуют по закону и выполняют законы государства, в котором работают. Почему каких-то судьи признали виновными, а каких-то нет? Тут я, скажем так, затрудняюсь что-либо сказать. Это надо разбирать подробнейшие судебные действия, потому что как было сконструировано обвинение, как предъявлялись доказательства и тому подобное, потому что обвинение приявило доказательства и на этих судей, и на этих прокуроров предъявило доказательства. Но суд посчитал, что в данном случае деятельность судей была минимальной в общем преследовании этих людей. Напоминаю, все касалось злоупотребления власти. То есть, проще говоря, они выходили, ну, понимаете сами, судебная система выстроена следующим образом, что судья выслушивает стороны, вот насколько он соблюдает эту самую процедуру, насколько он старается быть объективным, насколько он вносит субъективный фактор. Ну, и вот они приняли решение, что четыре человека, три судьи, один прокурор, не, значит, скажем так, были максимально объективны, что они, скажем так, не вносили вот эту вот субъективную политическую составляющую. Ну, вы же понимаете, что судьи – это люди, которые исходят из правовых позиций, а у немцев они очень жесткие правовые позиции, значит, исходят из правовых позиций и, с другой стороны, не исходят из так называемого мнения самого судьи. И это может быть очень, скажем так, такое субъективное мнение, ну, вот яркий пример, в Соединенных Штатах Америки очень много судебных решений выносилось, значит, в период как раз сегрегации и вот это вот, значит, расового преследования, значит, негров и тому подобное, вот они очень много выносилось в таких вот субъективных судебных решений, когда расовые механизмы работали очень жестко. И, значит, но судьи были максимально объективны или вносили вот эта субъективная часть была минимальна, скажем так. Вот, видимо, они посчитали, судьи, значит, американские посчитали, что объективного здесь было больше, чем субъективно, а потому судьи не подпадают под это вот преследование. Ну, вот, скорее всего, я думаю, именно из-за этого. Вот, так что, значит, там, ну, остальные все они получили уже по, там, самые различные сроки. Вот, там, по 10 лет, по 20 лет и тому подобное. Ну, сразу нужно сказать, что они почти все, вот, кто получил сроки, во-первых, ни один не был казнен из судей, значит, а все, кто получили сроки, очень быстро вышли на свободу. Потому что в 51-м году были очень много помилований, значит, там, сокращение сроков, у кого были пожизненные, им очень сильно скостили до 20 лет. А потом уже после 51-го года стали просто выпускать. Там последнего, по-моему, насколько я знаю, прокурора в 56-м году выпустили. Вот, их стали выпускать. То есть там очень активно пошла вот эта система помилований. И это было, кстати, распространено практически на все вот эти 12 судебных процессов. Там очень многие вышли, там, минимум только остались довольно долго сидеть в тюрьмах. А так вот, кто попал, то те довольно были быстро освобождены. Ну, вот, в основном так прошел этот самый судебный процесс. Остальные судебные процессы, вот 12, тоже примерно в этом схеме строились. Ну, там хоть смертные приговоры были, значит, через повешение вообще по, значит, в данном, ну, скажем так, во всех судах под судебное преследование попали 185 обвиняемых. Значит, 142 из них, вот во все вот эти 12 судов, 142 были признаны виновных, и 24 из них были приговорены к смертной казни как раз вот через повешение. Но не все 24 получили смертную казнь из этих вот, которых, значит, признали виновными полностью, и повешение 11 были помилованы. Вот, казнены только 13. 20 получили пожизненное, 98 различные сроки получили, значит, 8 человек, вот как примерно с судьями, они поболезнили по смерти, значит, практически вышли из-под обвинения, значит, по ним не выносился прокурор. Вот, ну и в 51 году почти все, кто был обвинен и посажен в тюрьму, были, попали под самые различные системы амнистии, либо сокращения сроков и тому подобное. Кстати, по судам в России у нас происходило, в СССР происходило 21, ну, там разных восточных разношел, где-то говорили, что 19, где-то 21, значит, вот этих вот открытых судебных процессов, были и закрытые, кстати, судебные процессы, вот, открытых судебных процессов вот в СССР, которые происходили, по ним прошло 252 обвиняемых, в основном это военные, только военные, ну, и большая часть из них попали под повешение, хотя было и те, кому назначили каторги, вот как раз потом вот эти создавались специальные, значит, лагеря каторжные, их там у нас, по-моему, штук семь на всю страну было, вот эти каторжных лагерей, вот как раз в них содержались вот эти вот обвиняемые по каторгам, ну, там и политзаключенные были и тому подобное, ну, во всяком случае, вот там попали. Ну, вот кто попал под каторгу из вот обвиняемых в СССР и посаженных в СССР, они в основном все потом были, значит, возвращены в Германию, и там, собственно говоря, их тоже пометали. Вот такая вот история со всеми этими так называемыми, их называют малыми нюрнбергскими процессами. – Спрашивают у нас, попали ли под эти процессы кто-то из пропагандистов? – Под судебы в судебном нет, вообще, как бы, преследования средств массовой информации не было, вот таки, отдельного суда по СМИ такого не было, вот, значит, попали под пропагандисты, под самые различные вот эти вот системы, вот когда судили вот эти известные три суда по СССР и СД. Вот, то есть те, кто в специальные вот эти структуры и вот под расовым преступлением там, насколько я помню, был как кто-то один из пропагандистов там, вот, значит, но так вот отдельного суда по СМИ не было. – А как вы для себя на этот вопрос отвечаете? Пропагандисты – это же люди, которые просто говорят и не выносят решений никаких, и никого не убивают вроде бы. А несут ли они ответственность и должны ли их судить? – Ну, безусловно, самая известная история – это с судебным преследованием в современной, собственно, говоря, это вот по Руанде, когда преследовали так называемых организаторов вот это известное радио, которое пропагандировало ненависть к другим этническим группам, когда там же столкновение между, значит, двумя этническими группами в Руанде было. – Утити и тут все. – Да-да-да. И вот как раз вот это вот, по-моему, там на Семи Холмах как-то называлось вот это вот радио, значит, организатор вот этого радио, основных пропагандистов, кто, собственно говоря, все это организовывал, они же попали под… То есть международный трибунал сейчас уже вот эту вот составляющую пропагандистов, потому что там же в Руанде, скажем так, большую часть массовых убийств производили не какие-то организованные структуры, а производили… Это какие-то неорганизованные, имеется в виду не население, значит, в Руанде там в основном население, а вот в Германии там в основном такие организованные структуры производили, а вот в Руанде там население. И вот эта вот роль СМИ в этой пропагандистском уже в Германии, скажем так, погромы, скажем, вот это народное негодование, мы же знаем только по сути один погром общий, вот эта вот известная «Хрустальная ночь». И там тоже, знаете ли, жестко следили, чтобы население не лезло особо в это дело, что специальные бригады, они разберутся, а вы тут не лезьте. В Руанде же нет, там же направо-налево население ломится. Поэтому вопрос заключается в том, как участвует ли население, как оно ведется на эту пропагандисту. Поэтому в Руанде понятно, что преследовали именно пропагандистов. Николай еще спрашивает, почему вермахт как организацию не признали преступным? Армии никогда не признают преступными. Потом надо не забывать, что, скажем так, армии зато выполняют множество функций положительных с точки зрения организации государства. Это и защита, и самые различные функции, связанные с обеспечением безопасности и тому подобное. Полицию тоже не признают преступных организаций. Полиция тоже активно участвовала в всяких мерзостях и тому подобное. Потому что тогда надо поднять вопрос вообще о, скажем так, преступности любых государственных структур, в любых. То есть это насильственная конструкция. Насильственная конструкция, которая в руках у государства. В любой стране армии и полиция – это насильственная конструкция существующая. Если для уничтожения людей создается специальная организация, ГПСС, ССД и тому подобное, тогда да, вот это с ними надо разбираться. А как армии? И тогда можно будет обвинять, извините меня, армии всех стран, независимо от того, участвовали ли они в агрессии. Потому что это использование структуры, которая нормальна для любой страны. Но я бы по-другому тут сказал. Если государство преступное, если государство признано террористом, преступником, экстремистом, то и все его органы, в том числе силовые, должны быть такими признаны. Мы не видим судебных решений, которые бы это подтверждали. Нет, вот не преследовали, то есть не объявили, СССР, ССД объявили вне закона, Вербахт не объявили вне закона. Потом надо не забывать, там же действовали, ну, например, одно из обвинений, очень известных обвинений как раз, это использование в военных целях пленных. Они же тоже становятся частью Вербахта. Помните, мы вчера про монголов говорили, как они пленных использовали для штурма городов. Вот примерно та же самая структура. Их тоже тогда, получается, начинать надо преследовать. Ну, вот. И можно выйти случайно на самих себя. Тут нам еще пишут в чате, что это было радио тысячи холмов, а не семи. Просто я, да, для точности скажу. Радио семи холмов у нас немножко в другом городе. И еще один вопрос. Вот вообще Германия – это такой мастер-класс по признанию собственных ошибок и сохранению исторической памяти о самом-самом темном периоде в истории страны. Как вы думаете, возможно бы было что-то подобное, если бы не было этих судов? И если бы постепенно-постепенно реформировалась бы власть в Германии? Ну, сначала менее фашистующий пришел бы руководитель, потом еще менее фашистующий, а потом уже и совсем не фашистующий. Нет, я думаю, что нет. Судебное преследование – это одна из важных вещей. Ведь суд не в том, чтобы покарать. Суд в том, чтобы разобраться в том, насколько вина отдельного человека включается в общую вину. Вот это вот, даже сказать, не вину, а ответственность отдельного человека. Вот это вот очень важный момент, чтобы… Я тебе говорю, очень заметил. Вот вы видите, вот по тем же самым юристам. Ни один из этих юристов не признал себя виновным. Вот очень много. В Вермахте, вот когда судили вот эти вот вершушку-вершку у Вермахта, почти все признали себя виновным. Там, за исключением нескольких человек. Там, врачей, многие из них признали себя виновными. А у юристов ни один не признал себя виновных и не взял на себя ответственности, собственно говоря. И вот это очень важный момент для всего, почему суды должны быть публичными. Потому что это как раз вот этот вот разбор, он очень важную роль играет. Да, потом были вот эти всякие инструкции, донсификации, о которых мы с вами говорили в отдельной передаче, про то, как там и американцы, и как они население вывозили, чтобы они там закапывали трупы из концлагерей, и как они вот эти фильмы показывали, вот, чтобы как-то повлиять на это массовое сознание. Да, это все происходит. Но вот этот вот подробнейший разбор ответственности каждого человека, что потом Ханна Арендт уже, значит, представит вот в известнейшей своей работе о том, что обыденность зла. Вот это вот, да, вот это вот, то есть человек должен, проще говоря, когда судят кого-то, надо прощупать в себя, если в тебе это же самое, и остановить его. Хорошая мысль. А насколько, кстати говоря, было привлечено внимание общественности к этим судам? Ведь уже прошло время, уже люди постепенно-постепенно выгребали, их судов много, они довольно однотипные. Интересовались ли люди? Очень, очень интересовались. Да, уставали быстро от этих судов. И действительно, там, например, юридический процесс, там, действительно, если СМИ сначала были, вот, ну, основной юридический процесс, если СМИ сначала были, скажем, очень активны, потом постепенно все уставали. Потому что это же месяцами же длились суды. Вот, но, тем не менее, было очень много публикаций. Кстати, интересно, что первые-то суды произошли в 1943 году, это вот как раз в СССР происходили первые суды над вот нацистским преступлением, ну, в смысле, над солдатами, которые обвинялись в массовых преступлениях. Вот они, значит, производились там в Краснодарском крае, вот первый суд производился. И очень интересно, что это тут же было переведено на очень многие языки. Вот эта вот книга, брошюра, которая была издана по итогам этого суда, была переведена на многие языки, и многие страны издали у себя и показали. То есть интерес был очень высокий, и, значит, СМИ освещали, потом это отдельные брошюры издавались и тому подобное. Это было очень серьезно, и это, собственно говоря, поддерживалось. Потому что вот эти вот важные вещи, проговорение мелких деталей было очень важны, чтобы люди понимали, вчитывались и осознавали, что же все-таки произошло. Спасибо большое за то, что помогаете нам осознавать, что произошло и что происходит тоже. Игорь Валентинович Сажин, историк и правозащитник, был у нас сегодня на связи. И завтра будет, куда же он, наш любимый Денис. Спасибо. Спасибо, до свидания. Да, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok